Будет казаться смешным, что кто-то тратит время на то, чтобы что-то нарисовать ручками, какую-то идею, штуку, что угодно. Ну вот мы думаем, мы хотим, чтобы Николай умел рисовать летучую мышь. Он начинает их анализировать, как строится летучая мышь, что вот у неё есть два выходящих там крыла, есть какая-то голова, есть тело. И потом, когда он понял, что вот есть такие составные части, он научится их рисовать. И не все формы всегда получаются. То есть он иногда неправильно может понять, он может подумать, что крыло — это голова, или что два крыла — это не обязательно, а всегда есть там одно крыло и что-то ещё. И тогда получаются такие, ну, странные очень формы. Поэтому как только он там первый раз научился и первый раз попробовал нарисовать эту летучую мышь, нужно ещё пройтись по его результатам, найти все неправильно нарисованные летучие мышки с нашей точки зрения и сказать ему, что вот это неправильно, это мы удаляем, а вот эти все правильные, учись ещё раз. Вот это как раз то, чего мы иногда не понимаем в его работе. То есть мы вроде как его научили рисовать правильную летучую мышку или голову собаки, но иногда он может, ну вот, у него возникнет какое-то, видимо, не знаю, воспоминание такое digital о том, что вот может и не должно здесь быть крыла, или здесь должна быть дополнительная голова, или что-то ещё. И тогда он нарисует форму, совершенно не похожую, там, на летучую мышь. И это будет очень круто. И они опять же смотрели на это количество и говорили, типа, блин, ну я, конечно, у меня так не получается, какой-то вообще отшибленный чел. Вот, а потом, видимо, когда это раздражение совсем их перекрыло, они начали выяснять, разнюхивать, в чём вообще дело, чё это за чел, потому что, ну как бы, его же нет в студии, непонятно откуда он там, как он это делает, нельзя на него посмотреть. И вот мы сидим, его делаем, Николай, перед нами дизайнеры обсуждают, типа, чё это за, кто, кто это может быть. Мы в какой-то момент начали замечать, что, ну, мы смотрим работы других дизайнеров в Экспрессе, кто что кидает. И постепенно у некоторых ребят начали появляться сначала отдалённо похожие какие-то ходы, с тем, что, ну, они как-то более непричесанные, стали кидать варианты какие-то формы неаккуратные, примерно, очень похожие на то, что рисовал Николай. А потом дошёл до того, что они стали повторять даже тот алгоритм для искажения шрифтов, который мы используем, но у нас просто он делал это на лету, а они стали расцегивать это сами. Видимо, вдохновились очень сильно или неосознанно это сделали, но вот какие-то такие приёмы, не сразу уловимые, но вот весь этот налёт эстетики Николая, такой свободный, он присутствовал. Начинаешь проще относиться и как-то обесценивать вообще вот эти муки творчества, что ли. Ну, как-то, ну, в этом уже становится меньше смысла. Непредсказуемость результата, которая не ограничена ничьим психологическим состоянием текущим, там, усталостью, не знаю, желанием что-то делать или не делать, личным отношением к проекту. Ну, вот, типа, не люблю я пельмени, а мне приходится рисовать этот флагус всё равно, что-то типа того. Вот. Ты просто вот всегда гарантированно получишь набор клёвых, непредсказуемых вариантов каких-то, независимо ни от чего. Ну, стать такими мини-арт-директорами для этого инструмента, начать выбирать из того, что получается самое лучшее, крутое, и находить какие-то клёвые вещи, это предвестник того, что скоро всё поменяется вообще в принципе. Как, типа, раньше все ходили по лестницам, и вдруг появился лифт. Субтитры создавал DimaTorzok